Ну и вот только что стало известно, что президент Казахстана подписал поправки закона о дорожном движении. Они и содержат разрешение на разовую легализацию иностранных авто, в том числе с правым расположением руля, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года. 31 декабря казахстанцев по доброй традиции поздравит президент страны. Как это принято, помимо пожеланий, слов о том, что эти 12 месяцев были непростыми, глава государства может объявить направление следующего года. 2022-й был годом детей. На какой сфере правительство сделает упор в 2023-м? Саяна Санакова выслушала прогнозы политологов, экономистов и даже торологов. Уходящий год был ознаменован годом детей. Правительство уже подвело свои итоги и, в принципе, по их аналитике он прошел успешно. Но эксперт, а именно человек, уполномоченный по правам всех детей страны, говорит, что реализация не удовлетворена. Аргументов такой оценки оружиан Сайн приводит немало. Например, тот же самый скандальный артспорт. Где-то поставить пять, где-то поставить единицу. Но я не удовлетворена. Где-то вот решая, затыкаем дыры, когда нужно, в принципе, перенастроить систему так, чтобы хотя бы в том, что касается наших детей, не было хищений, не было государственных ошибок в этих планированных бюджетах, чтобы грамотно работали мыслихаты. Ошибок 2022-го Казахстан в следующем году повторять не будет. По крайней мере, на это надеются политологи. Они говорят, что предсказывать упорную сферу 2023-го весьма сложно. Ведь проблем накопилось много, начиная от инфраструктуры в селах и заканчивая оледенелыми ТЭЦ. Но в чем эксперты уверены точно, это то, что следующий год научит нас делать правильный выбор. Это, наверное, можно сказать, те самые темные времена перед рассветом. Это новые лица в политике, это новые смыслы, новые идеи. Мы услышим много всего интересного. И это, безусловно, будет способствовать притоку новой крови. Опять-таки, рядовым избирателям предстоит повышать свою политическую грамотность, чтобы научиться отделять реальные обещания от популизма. А вот у экономистов взгляд на будущий год не совсем радужный. По мнению эксперта Марата Каирленова, год будет непростой. И здесь, уверен экономист, лучше всего поднимать доходы населения. И так стало тяжелее. То есть цены на все выросли. Следующий год еще будет подрастать, это будет еще более болезненный. На мой взгляд, год будет сложнее, он будет тяжелее. Стоило бы год борьбу за доходы населения. Потому что уровень жизни очень сильно снижается, это несет риски. Естественно, под предновогодним шармом мы не обошли и специалистов весьма узкого и интересного профиля. Их прогноз, конечно, в отличие от предвещаний экономистов и политологов, весьма позитивный. Везде карта выхода глобуса мира. То есть я что-то создаю, я что-то показываю, я что-то даю. Все нельзя, не нужно переживать, потому что здесь уже все разложено по полочкам. Есть уже определенные вот эти проекты, то, чем будет заниматься, и это все к лучшему. Судя по словам экспертов, следующий год будет годом надежд. На экономическую стабильность, продовольственную безопасность, мирное небо и, наконец, новый справедливый Казахстан. Впрочем, следующий год будет годом черного водяного кролика. Что это значит, стоит только догадываться и искренне верить в чудо. Стояна Санакова, Актурия Талдыбек, Атамикен Бизнес. Сейчас. Продолжение следует...